Следующая задача была несколько лет назад на Московской городской олимпиаде. В корзине лежат 30 рыбок. Среди любых 12 есть хотя бы один рыжик. Среди любых 20 есть хотя бы один грузчик. Сколько рыжиков? И сколько рыжей в корзине? 11 рыжиков и 11 грузчиков. Так, 19 и 11. Ответ верен. А почему? Потому что числом взято 19. Так, для тех, кто смотрит эту запись на интернет, кто не на хожу ходит, почему я часто сажусь тогда. Дело в том, что четвертый кружок уже сегодня, и я просто элементарно устал. Поэтому... Поскольку, если бы было грузчик 20, ну больше 12... Почему 20? Это может быть и вообще какое-то совсем другое количество. Нет, я не хочу объяснить, у меня это решение задачи. Да. Надо взять такое число, чтобы оно было... Страсть верить чуть-чуть. Чтобы осталось среди других грибов меньше, чем 20. Ничего не было. Это 19 и 11. Так как они вместе создают сумму 30, а если же... Меня не интересует то, что эти числа подходят. Вы объясняете, почему найденные вами числа удовлетворяют условия задачи. А мне нужно совсем другое. Мне нужно вывести из условия задачи, что обязательно там будет 19 рыжиков и 11 друзей. Понимаете? Совсем другое. Если мы возьмем от 19 хотя бы на единицу меньше... Если мы испортим ваш пример, то сразу станет плохо, да? Да, потому что... Ребята, мы уже не раз на этих занятиях обсуждали эту ситуацию. Ну давайте я ее не математически объясню. Представьте себе каменный век. Люди пользуются, причем там, кремниевыми топорами, да? По-моему, это сильно. Замечательно. Страшно дефицитных дел. Людей становится все больше, а эти каменюки добывать все труднее. Естественно, что древние философы должны были понять, что скоро человечеству, значит, придет конец, потому что обобьем все кремниевые камешки, топорик кончится, но тут нас с собой зубы и тигры сидят. Или я не знаю, кто там тогда? Мама. Был главный, да. Мама-то нас сидит, да. Хотя, на самом деле, было наоборот. Понимаете, удивительным образом человечество перешло на что-то другое. Вы говорите, вот возьму мою конструкцию, когда столько-то рыжиков и столько-то грустей, только попробуй тронь. Только попробуй тронь. Знаете? Ребятки, ну это же бред. Это же бред. Когда вы предлагаете некоторую конструкцию и говорите, что в ней достаточно одно звено вытащить и все поломается, это не значит, что нет конструкции лучше. Смотрите, здесь сказано именно, что среди любой двенадцати есть хотя бы один рыжик. Да. Следовательно, мы можем взять, например, одиннадцати, и там этого рыжика может не оказаться. А может и оказаться? Вот. Но мы возьмем самый худший вариант, что там его у меня... О, началось. Поплыли. Самый худший вариант. Здесь сказано, что среди тринадцати, например, есть сервизов. Да. Надо взять столько рыжиков, чтобы остальных грибов было меньше двенадцати. Куда взять? Поход с собой? У всего рыжиков должно быть столько, чтобы других грибов, чтобы посреди них остальных грибов было меньше, чем двенадцать. Потому что если мы возьмем те двенадцать грибов, в которых любые двенадцать грибов не может не оказаться ныркой, тогда ничего не... тогда все... Груздей обязательно должно быть меньше двенадцати. Если бы груздей было бы двенадцать или больше, то в таком случае, возможен был бы вариант, что среди двенадцати грибов могло оказаться груздей. В отличие от всего предыдущего, это мысль. Количество груздей не может быть двенадцати или больше. Потому что иначе мы именно эти двенадцать грибов возьмем, и там не будет ни одного резца. Давайте я эту вашу мысль запишу. Итак, груздей что? Меньше двенадцати. Отлично. А рыжиков? Меньше двадцати. Рыжиков меньше двадцати. Отлично. Дальше. А свинюшиков? А поганок? А лисичиков? А подберезовиков? А может быть и были. Задача не сказана, но это не значит, что их там не было. Грибы не только рыжики и грузди, это вы прекрасно знаете. И авторы задачи знают, что вы это знаете. Вы правы, что груздей меньше двенадцати штук, безусловно. Вы правы, рыжиков меньше двадцати штук. Вот если бы у нас точно было известно, что никаких там поганок, шампиньонов и ничего такого нет, то тогда мы, конечно, сказали бы, что одиннадцать и девятнадцать. Но мы же это не знаем. Вы правильно говорите, что количество груздей меньше двенадцати? Да, конечно. Правильно говорите, что количество рыжиков меньше двенадцати. Почему не могут быть посторонние грибы? Тогда получится больше грибов? Может быть, будет больше тридцати. А потому что, например, если меньше двенадцати, потом будет двенадцатый, тогда получится, что грибов будет больше. Если даже будет хотя бы один гриб, то это уже какой-то лишний, то это уже не будет соответствовать задачу. Может, собрали только тридцать? Собрали тридцать. Но, видите, вдруг взяли мало груздей, там было мало груздей, но при этом много посторонних грибов. Да. Если бы он не был куплен, по-моему, это потому что, если убрать хотя бы один груздь, возьмем одиннадцать и девятнадцать, убираем груздь. Да. Груздей десять, рыжиков девятнадцать. И если, скажем, одна погарка, ну тогда получается, что… Нет, вы же замучитесь вариантами разбирать. Я понимаю, что в вашем варианте… Это одна погарка и… Я понимаю, что в вашем варианте, но до них вариантов очень много. Методом перебора решать мы ее точно не будем. Может быть, сразу тогда взять вот сам большой вариант, который может быть, одиннадцать груздей и девятнадцать рыжиков. Вроде бы подходит, тридцать грибов. И… Да, подходит, подходит. Да, вот это. Берем двенадцать рыжиков. Ой, двенадцать грибов любых. У нас же девятнадцать… Да, подходит. Но бессмысленно этот вариант разбирать. Нужно доказать, что всегда будет именно так. Да. Ну так, потому что, если груздей будет меньше одиннадцать, и будет какая-то, ну, чтобы он говорил, одна погарка, то девятнадцать рыжиков и эта одна погарка будет составлять те самые двадцать грибов, которые… Будет. Как ты объяснишь строго, да? Если будет хотя бы меньше одиннадцати или девятнадцати, то будет противополечить нашим условиям. Почему? Ну, потому у нас среди любых двадцати есть груздь. Получается, хотя бы минимум должно быть одиннадцать. Среди любых двадцати есть груздь, да. И что это значит? Значит, минимум должно быть груздей одиннадцать. А еще есть среди любых двенадцати… А, стоп, стоп, стоп. Может быть в чем ты и права? Есть рыжий. Среди любых двадцати есть груздь. Это значит, что на самом деле… Меньше одиннадцати не может быть. А рыжий. Слушай, ребят, а он прав. Давайте внимательно посмотрим вот сюда. Среди любых двадцати есть груздь. Правда. Если бы количество груздей было бы десять или меньше, то было бы противоречие. Согласны? Точно-точно. Если бы груздей было десять или меньше, то всех остальных грибов мы бы собрали эти двадцать штук не груздей. Отлично. Значит, пишем такую фразу. Количество груздей не меньше одиннадцати. Вы это хотели сказать, Анфей? Да. Отлично. Это вот из нижнего предложения. Теперь из верхнего. Среди любых двенадцати есть рыжий. Не меньше скольки? Девятнадцати. Почему? А потому, если возьмем меньше, то попадутся первые, например, двенадцати, а остальные восемнадцать будут там, например, одиннадцати. Рыжиков не может быть мало. Рыжиков не меньше, чем девятнадцать, говорит Анфей. Еще раз четко громко скажите. Если взять хотя бы на один меньше, то могут попасть первые, например, двенадцать груздей и… Молодец. 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 Действительно, если мало рыжиков, то тогда мы можем… Не обязательно груздей, не важно чего. Вот. Ну что, вообще-то вместе то, что груздей не меньше одиннадцати, и при этом их меньше двенадцати, то, что рыжиков не меньше, меньше девятнадцати и при этом их меньше двадцати, вместе это действительно дает ответ. Рыжиков равненых девятнадцать, и груздей – одиннадцать. Отлично. Между прочим, ребята, можно было рассуждать чуть-чуть по-другому. Вот здесь вот я записал четыре предложения. На самом деле можно было ограничиться двумя. вот эти вот два предложения. Попытаюсь переписать чуть-чуть по-другому. Вот слушайте. Среди любых двенадцати есть рыжик. Давайте я пишу такое странное слово – нерыжиков. Я, конечно, понимаю, что нет такого термина, но давайте все-таки. Нерыжик – это любой гриб, который не является рыжиком. Понятно? Так вот, среди любых двенадцати есть рыжик. Что это значит? Это значит, что нерыжиков не больше, чем сколько? Двенадцать. Неправда? О, одиннадцать. Не больше, чем одиннадцать. Теперь смотрим дальше. Среди любых двадцати есть груздь. Значит, не груздей, не больше скольки. А теперь смотрите, любой гриб – это не рыжик или не груздь. Вообще, прием, который мы здесь применили, он довольно важен. Обратите внимание, если говоря, среди любых двенадцати есть рыжики, то это на самом деле то же самое, что нерыжиков не больше, чем 11 штук. Если говорят, среди любых двадцати есть груздь, значит, не груздей не больше, чем 13 штук. А вместе, очевидно, это нам дает следующее, что у нас есть нерыжики, и количество не больше, чем 11 штук. Есть грузди, их количество не больше 19, а все это вместе, все грибы, 30 штук. Значит, во-первых, никакого пересечения быть не может, то есть любой гриб, либо не рыжий, проще говоря, грузди, либо не грузди, то есть рыжий. И во-вторых, и здесь вот их ровно 11, здесь их ровно 19. Ну все, я считаю, что с этой задачей мы полностью разобрались.